МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цитата. ООН планирует обеспечить этих людей продовольствием, медицинской помощью и предоставит возможность получить образование. Беженцам и перемещенным лицам помогут с временным жильем и обустройством. Потребность в помощи существенно выросла в Бурунди, Камеруне, Центрально-Африканской республике, Демократической республике Конго, Ливии, Сомали и Судане. И остается крайне высокой в Нигерии, Южном Судане, Сирии и Йемене, где сохранится худший гуманитарный кризис в мире. Об этом сообщается в документах ООН. В некоторых странах из списка получателей гуманитарной помощи ситуация в следующем году несколько улучшится, но многие их жители все же не обойдутся без поддержки извне. Речь идет об Афганистане, Эфиопии, Ираке, Мали и Украине, уточнили в организации. Число туристов, пребывающих в США, уменьшилось, передает Вашингтон-Пост и приводит цифры. За первое полугодие количество иностранных отдыхающих уменьшилось на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные предоставило Управление путешествий и туризма при Министерстве торговли США. Американские власти заявили о том, что глубоко обеспокоены снижением числа туристов. Как пишет автор статьи Bette Harpers, такую ситуацию во многих секторах индустрии путешествий некоторые журналисты связывают с антимиграционной риторикой президента США Дональда Трампа. Цитата. Число приезжающих в США сократилось практически из всех регионов мира. Западной и Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна, пишет Вашингтон-Пост. Одной из немногих стран, которая напротив показала положительную динамику, оказалась Канада. За 6 месяцев этого года на 5% выросло число канадцев, посетивших США. Туризм является второй по величине статьей экспорта для Соединенных Штатов Америки и обеспечивает работой более 15 миллионов американцев. Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy будет запущена в январе 2018 года с мыса Канаверл в США. Об этом официально заявила компания SpaceX, передает бизнес-инсайдер. Основатель компании Илон Маск также отметил, что вместе с ракетой в космическое путешествие отправится его спортивный электромобиль Tesla Roadster. Цитата. «Ценным угрозом станет мой вишневый родстер, в котором будет играть Space Odyssey Дэвида Боуи, пункт назначения орбита Марса. Falcon Heavy будет бороздить космические просторы миллиарды лет, если не взорвется на старте», написал глава SpaceX в своем твиттере. Впервые о тяжелой ракете-носителе Маск упомянул в сентябре 2005 года. Тогда он сказал, что ракета полетит в космос в 2013 году. Одной из причин постоянного переноса срока запусков изобретатель называл «сложность самой конструкции и производства ракеты». Компания намерена вернуть на Землю все три стартовые ступени модулей Falcon Heavy. Пряничный город. В норвежском Бергене каждый год перед Рождеством возводят пряничный городок. В его строительстве принимают участие все жители, сообщает издание Bergen-Avizen. Запах гвоздики и корицы исходит от здания бывшего плавательного бассейна. Внутри находятся огромные запеченные и покрытые сахаром мирок, созданные из имбирных пряников. И это самая большая пряничная деревня в мире, говорят местные пекари. Цитата. В 2017 году жители Бергена испекли более двух тысяч домов, зданий и других объектов для городка. Не забыв про его обитателей, тоже из пряника, передает издание. Возведение пряничных замков стало популярным еще с 1800-х годов. Говорят, это произошло после публикации сказки «Братьев Гримм» Гензели Гретель. Именно тогда немецкие пекари начали создавать необычные кондитерские изделия. В 1991 году город Берген поднял традицию на совершенно новый уровень. С тех пор каждую зиму горожане возводят съедобные дома, башни, поезда, автомобили и корабли. Пряники выпекают в детских садах, домах, школах, на предприятиях и просто дома. Ежегодно городок посещает более 100 тысяч человек. Несъедобные компоненты городка помешали ему побить рекорд пряничного переулка Нью-Йорка, построенного из 1020 пряников. Несмотря на это, рождественский Берген по-прежнему впечатляет, пишет издание. Пряничную деревню можно увидеть здесь с 19 по 31 декабря.